Две стороны треугольника, угол между которыми равен 120 градусов, относится как 5 к 3. Найдите стороны треугольника, если его периметр равен 30 сантиметров. Для начала сделаем рисунок. Запишем данное. Угол ABC равен 120 градусов. Периметр треугольника ABC 30 сантиметров. Сторона AB так относится к стороне BC, как 5 к 3. Для решения данной задачи нам необходима теорема косинуса. Квадрат стороны треугольника равна сумме квадратов двух других сторон, B квадрат плюс C квадрат, минус удвоенное произведение тех сторон на косинус угла между ними, на косинус угла альфа. Также нам необходима формула приведения для косинуса. Косинус угла 180 градусов минус альфа будет равняться минус косинус угла альфа. Эти формулы необходимо знать. Чаще всего, когда нам даются отношения, в нашем случае сторона AB на сторону BC равная 5 к 3, Легче всего ввести переменную. Пусть сторона AB равна 5х, тогда сторона BC будет равна 3х. Рассмотрим периметр треугольника ABC. Периметр треугольника ABC это сумма длин всех сторон, то есть AB плюс BC плюс AC. Подставим сюда наше обозначение. По условию периметра треугольника равен 30, сторону AB мы обозначили через 5х, сторону BC через 3х и плюс сторона AC. Выразим отсюда сторону AC. Тогда сторона AC будет равна 30 см минус 5х минус 3х. Откуда следует, что сторона AC будет равна 30 минус 8х. Воспользуемся теоремой косинусов для треугольника ABC для угла B. Тогда у нас получается, что сторона AC квадрат будет равна Сумма квадратов двух других сторон AB квадрат плюс BC квадрат минус удвоенное произведение тех сторон 2AB на ABC на косинус угла между ними на косинус угла ABC. Рассмотрим косинус угла ABC. Косинус угла ABC это косинус 120 градусов. Косинус 120 градусов это не табличная величина. 120 градусов можно записать как 180 градусов минус 60 градусов. Теперь у нас получается формула приведения. Воспользуемся ею. Это получается минус косинус 60 градусов. Косинус 60 градусов это табличная величина. Она равна 1 второй. В нашем случае получается минус 1 вторая. Соберемся воедино. Подставим все наши обозначения и косинус угла ABC в ранее написанное выражение. Тогда у нас получается сторона AC это 30 минус 8X. Все это в квадрате будет равняться AB это 5X. 5X в квадрате плюс BC квадрат. BC это 3X. 3X в квадрате минус 2 умножить на AB это 5X. Умножить на BC это 3X. И на косинус угла ABC. Косинус угла ABC это минус 1 вторая. Преобразуем полученное выражение. Для этого раскроем скобки. Тогда у нас получается 900 минус удвоенное произведение это 480X. И плюс квадрат второго. Это 64X квадрат. Все это равняется 25X квадрат плюс 9X квадрат. Здесь мы можем сократить двойки. И результат произведения это плюс 15X квадрат. Теперь перенесем все наши слагаемые в левую часть. Тогда у нас получается 64X квадрат минус 25X квадрат минус 9X квадрат минус 15X квадрат минус 480X и плюс 900. Все это равняется 0. Теперь переведем подобные члены. Начиная со старших. Получается 15X квадрат минус 480X и плюс 900. Все это равно 0. Заметим, что каждое наше слагаемое крат на 15. Разделим полученное уравнение на 15, чтобы уменьшить коэффициенты. Тогда у нас получается X квадрат минус 32X и плюс 60. Все это равно 0. Таким образом мы получили квадратное уравнение. Решим его через дискриминант. Дискриминант равен B квадрат минус 4AC. В нашем случае 32 в квадрате минус 4 умножить на 1 и умножить на 60. Преобразуем. Получается 1024 минус 240. Посчитав получаем 784. Откуда дискриминант равен 28 в квадрате. Найдем корни. X первое второе будет равняться минус B плюс минус корень из дискриминанта знаменатель 2А. В нашем случае 32 плюс минус 28 знаменатель 2 умножить на 1. X первое. Если идти по знаку плюс, у нас получается 62 или 30 сантиметров. X второе. Если идти по знаку минус, получается 4 вторых или 2 сантиметра. Рассмотрим первый случай, когда X равен 30. Тогда сторона AC будет равна 30 минус 8X. То есть 8 умножить на 30. Посчитав получаем минус 160. Такой вариант нам не подходит, так как длина стороны не может быть отрицательной. Рассмотрим второй случай, когда X равен 2 сантиметрам. Тогда сторона AC будет равна 30 минус 8 умножить на X. X в нашем случае равен 2. Посчитав получаем 14 сантиметров. Сторона AB равна 5X. То есть 5 умножить на 2. Посчитав получаем 10 сантиметров. И сторона BC равна 3X. То есть 3 умножить на 2. Посчитав получаем 6 сантиметров. Запишем ответ. Сторона AC равна 14 сантиметров. Сторона AB равна 10 сантиметров. И сторона BC равна 6 сантиметров. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.